Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости канала Rock'n'Craft. Сегодня мы говорим о новой пластинке Мерлина Мэнсона, We Are Chaos. We Are Chaos, 11-й альбом Мерлина Мэнсона, то бишь группы Мерлина Мэнсон, Брайана Уорнера, которые уже по факту как Элис Купер, ассоциируется с именем Элис Купер, хотя Элис Купер по рождению не является, точно так же Мерлин Мэнсон ассоциируется с именем Мерлин Мэнсон, хотя по идее это название группы. Так вот, это 11-й альбом, но на самом деле 12-й, просто сам Мэнсон не считает пластинку Smells Like Children альбомом, это типа Макси Эпи, хотя там куча песен, там есть Hits With Dreams, ну а раз он считает 11-м, пусть 11-м альбомом и будет. Предыдущая пластинка Мэнсон выходила 3 года назад, Heaven Upside Down, многим политикам очень зашла, мне же не зашла совершенно. И я практически, с учетом особенно предыдущих пластинок перед ней, которые в такой вот, Мэнсон все шел в упадок, в упадок, в упадок, материал все был слабее и слабее, все заунывнее и заунывнее, и Heaven Upside Down это был полный крах, на мой взгляд, и я уже почти похоронил Мэнсона как автора. Пластинка была записана с Тайлером Бейтсом, с Туигги Рамиросом, вроде как такие достойные музыканты, Туигги сколько всего написал для Мэнсона, но на мой взгляд по музыке Heaven Upside Down было совершеннейшим мистейком, фейлом. На альбоме We Are Chaos совершенно другой состав музыкантов, там, например, есть участник коллектива Black Flag, и там есть участник коллектива, например, Шутера Дженнингса, потому что Шутер Дженнингс автор всех треков на альбоме, Шутер Дженнингс гитарист на альбоме, это сын знаменитого кантри-мена Уэйлона Дженнингса, который еще работал с Джонни Кэшем, например, это один из легендарнейших кантри-менов США. Такая смесь обещала что-то интересное, явно, то есть это как бы Outlaw Country, такой южный рок в смеси с индастриалом Мэнсона, таким коммерческим индастриалом Мэнсона. Однако нужно отметить, что слушателю все нипочем. С 96-го года только один альбом, Hollywood, хотя который, на самом деле, очень и очень достойный, достойнейшее продолжение Mechanical Animals, не попал в топ-10 билборда. Все остальные альбомы попадали, так что, в принципе, для слушателей Мэнсон живее всех живых. И, разумеется, у них, ну, как у поклонников, тех, кому не без различного творчества, были ожидания вполне стандартные от новой пластинки, что она должна быть хорошей. У меня же такие ожидания, впервые с альбома High End of Low 2009 года, последний, который действительно мне зашел, у меня такие ожидания появились именно благодаря шутеру Дженнингсу. Именно потому, что мне показалась данная смесь потенциально интересной. Что-то новое. То есть, мне показалось, что в плане музыки может быть что-то новое, не кардинально. Понимаете, что не кардинально, отличающееся от общего творчества Мэнсона, но с какими-то новыми идеями. Как обычно, пройдемся по трекам и оценим, что получилось. Открывашка Red, Black and Blue. Сначала идет интро, и это слита в один трек с открывашкой, с открывающим треком. Здесь чувствуется индастриал раннего Мэнсона, здесь есть звук Мэнсона, но немного более лайтовый, чем его стандартные индастриал ранних альбомов, но и потяжелее, чем, опять же, предыдущая пластинка, например. И также чувствуется такой грустный мелодизм позднего Мэнсона. Саундтрек We Are Chaos, единственный клип с альбома, единственный сингл с альбома, который предвещал саму пластинку. Здесь она не быстра, но при этом и не уныла. Композиция такая средне-темповая, с классным припевом, и здесь чувствуется, вот здесь полностью чувствуется влияние Дженнингса. Даже какие-то легкие, если не кантри-мотивы, то мотивы южного рока в куплетах в наличии. На мой взгляд, сразу скажу, это вообще лучшая композиция Мэнсона на данный момент 2009 года. Вот именно отсчитывая вот вещей с пластинки High End of Low. Да, тут есть привычная депрессия Мэнсона, но Мэнсон не впадает в уныние. То есть вот на последних альбомах, на том же Heaven Upside Down, чувствовалась какая-то вселенская печаль, вселенская тоска, как будто по факту все потеряно, и сказать больше нечего. Здесь этого нет, просто такая классическая его фирменная депрессия. Don't chase the dead. Относительно динамичная композиция с прекрасным припевом и с атмосферными клавишами. Сам Мэнсон в интервью хвалил, восхищался, можно сказать, работой именно Дженнингса. То есть, получается, клавиши, тоже его идея вот таких атмосферных клавиш, которые делают полпесни. Вещь депрессивная, опять же. На самом деле весь альбом такой, как я вот сказал по треку We Are Chaos, весь альбом в меру депрессивен, в меру чисто стилистически, то, что любит Мэнсон. Но не вселенски уныло. По звуку это далеко не самый тяжелый альбом Мэнсона, но и не самый латовый. Это такой средний Мэнсон, средний Мэнсон, который уже записал вот все свои один из пластин, как я люблю говорить. Но, опять же, этот альбом не итог. Просто Мэнсон, сделавший, можно сказать, такие лучшие выводы из своих более ранних пластинок и нашедший где-то вот золотую середину по звуку. Здесь есть все его фирменные фишки, что по музыке, что вокальные приемы, которые он использует из альбома в альбом. Но все в меру, все в меру. «Painty with my love» это романтическая баллада. И Дженнингс здесь создает атмосферу что гитарой, что клавишами. Действительно, она получается в такой вселенной творчества Мэнсона она получается действительно нежной. «Halfway and one step forward» Это такая композиция более такая мыслительная. Это размышление, но с хорошим припевом. Припев снова классный, снова качественный. По звуку это нечто среднее между «high and low» и «Hollywood» как раз таки. Конечно же Мэнсон не записал идеальную пластинку как тот же «Mechanical Animals». Кстати, я считаю, что даже на «Mechanical Animals» есть пара таких вещей, пара невнятных вещей. Их упоминать не будем. Да, они есть на альбоме, но они не отвратительные, они не нудны. Они не портят общее впечатление от альбома, вы просто их так фоном прослушиваете, они нормальные. Прямо слабых треков на пластинке нет. Парфюм – это гимновая вещь с рефреном «Get behind me satin». Я бы на самом деле так песню и назвал «Get behind me satin». Но, как известно, Мэнсон любит оригинальничать названия. «Keep my head together» Довольно простая вещь, но тут опять же работает Дженнингс. Довольно стильная южная гитара. Это радует. «Solve Cargill». Вещь начинается динамично, драйвово, можно даже сказать. Но, к сожалению, в припеве скатывается в совершенно стандартнейший припев Мэнсона. Независимо от музыкантов, которые помогают ему сочинять. И, как известно, большую часть музыки именно сочиняют его гитаристы, басисты. А он, в первую очередь, отвечает за стихи. Все-таки он, как бы, известным поэтом стал раньше, чем музыкантом, еще под именем Брайан Уорнер. Ну, независимо от этих участников его коллектива, бывают такие стандартнейшие его припевы. Где явно вот рука самого Брайана написала эту музыку. Вот, ну, просто... Либо все его соавторы следуют определенному стилю, и однажды, хоть раз на альбоме, они скатываются в этот припев. Брокен Нидл. Отличная полуакустическая закрывашка, баллада. Напоминает Кома Уайт. Конечно, не дотягивает до гениальности Кома Уайт, но уровень, уровень, да, достойный. По факту, в целом, я назову этот альбом лучшим 2009 года у Мэнсона. Моя оценка пластинки 7,5 из 10, пусть мы это все уже слышали. Это не новаторская вещь. Но, А, Мэнсон сделал крутой материал. Мэнсон действительно не просто позвал кого-то в свою группу, он встретил Дженнингса, и ему стало с ним интересно работать. Чувствуется вдохновение. Б, есть нюансы. И главный нюанс, это опять же, шутер Дженнингс. Есть примесь небольшая южного рока. То, что никогда не использовал Мэнсон. Есть атмосферные клавиши, опять же, с отсылками к южному року. Так, будем говорить южный рок, все-таки от кантри здесь очень мало, к южному року. И есть явно мелодика Дженнингса, то есть у Дженнингса есть идея сказать что-то в Индастриэле. Потому что все идеи Мэнсона, они довольно-таки стандартны. И Мэнсон в очередной раз применил свои стандартные идеи, но в этот раз вздохновением. А Дженнингс вложил в музыку Мэнсона то, что ему было сказать по поводу этого жанра для него нового, неизведанного. И добавил толику того, что он исполняет обычно то, чему его еще научил его отец, знаменитый Уэйлон. В целом, это лаконичный, качественный альбом без большого количества треков, практически без проходных вещей, запоминающимися припевами, с хорошей атмосферой, с хорошими музыкантами, качественно записанный, качественно написанный и не концептуальный, но имеющий единство. То есть, этот альбом воспринимается альбомом, а не набором песен. Так что, 7,5 из 10 лучший альбом Мэнсона 2009 года, хотя это все тот же Мэнсон, но это Мэнсон, который вернулся в свою практически топовую форму. С вами был Rock'n'Craft и Мэнсон. Спасибо за просмотр, будет много всего интересного. Оставайтесь на канале, не забывайте.